Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. 10 из 10 самарский губернатор возглавил рейтинг руководителей регионов. Одной бедой меньше. Проспект Масленникова закатали в асфальт. Когда посадка, добрый знак. Работники справительной системы украсили Самару гортензиями. Кушать подано. Самара появилась на гастрономической карте России. 188 спортсменов со всей страны. В Самаре прошли всероссийские соревнования под дзюдо. Губернатор Николай Меркушкин возглавил рейтинг руководителей регионов по работе над образом будущего. Об этом сообщили в заседании попечительского совета из совета директоров экспертного института социальных исследований. Совещание провел председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов. Институт социальных исследований был создан этой весной как экспертная площадка при администрации президента России. Одним из главных на совещании стало обсуждение формирования образа будущего страны. По данным фонда «Петербургская политика», который составил индекс активности глав регионов по стратегическому планированию, самарский губернатор набрал 10 баллов из 10 возможных. Детали у Олеси Карецкой. 10 из 10, когда предлагаемый образ будущего региона совпадает с ожиданиями и потребностями жителей. Экспертная оценка работы губернаторов проводилась по нескольким параметрам. Глава Самарского региона занял лидирующую позицию прежде всего благодаря активному развитию экономической и социальной отраслей. В частности, отмечены соглашения по крупному проекту в области добычи и переработки газа «Ямал-СПГ», а также разработка концепции инжинирингового центра в Тольятти. Все это позволит создать до 40 тысяч рабочих мест. Эксперты отметили также масштабный ремонт дорог, строительство новых развязок и мостов. Губернатор поручил создать удобное транспортное сообщение между отдаленными районами Самары и прилегающими городами. Изменения уже внесены в проекты. Я бы говорил именно о комплексном подходе в формировании возможностей нашей области для того, чтобы достичь таких показателей, которые будут привлекательны и для жителей Самарской области, и для молодежи, и для детей, которые захотели бы навсегда остаться в области и быть полезными, и также для иностранных инвесторов, для туристов и прочее, прочее. Образ будущего дополнился оценкой работы с детьми и молодежью. В регионе уже работает центр для одаренных детей, который сотрудничает с ведущими вузами области. Готовится к открытию в Самаре и в Тольятти детский технопарк «Кванториум». Перспективный назвали разработку технополиса «Гагарин-центр» и его сотрудничество с крупнейшими предприятиями страны. В развитии здравоохранения отметили строительство клиники «Сердце», кардиоцентра с самыми современными технологиями и оборудованием. В рейтинге упомянули инициативу самарского губернатора по привлечению жителей к решению проблем ЖКХ и благоустройству своих домов и улиц, развитие нового института общественного самоуправления, активное создание советов микрорайонов. И сегодня разработан регламент работы общественных советов, в который мы активно включаем общественных контролеров. Как раз система, которую сейчас выстраиваем в Самаре, в Тольятти и в других муниципалитетах области, она как раз приведет к тому, что удовлетворенность жителей сферы ЖКХ будет гораздо выше. Эксперты фонда в своих пояснениях упомянули также подготовку Самарской области к Чемпионату мира по футболу и проект объединения вузов сельскохозяйственного профиля для развития аграрной отрасли. Вместе с Самарской областью в список регионов с четко обозначенными перспективами развития вошли также Белгородская и Ульяновская области, а также Мордовия, Челябинская область, Севастополь, Санкт-Петербург, Татарстан и Москва. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Жаркая полночь на проспекте Масленниково. На этой улице в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» полным ходом идет ремонт дороги большими картами. С горячим асфальтом под речки работают исключительно по ночам, чтобы дополнительных пробок и на без того загруженной улице не создавать. Сколько метров дороги закатают в асфальт, узнала Марина Кравцова. Ночь, улица Асфальт, разогретый до 155 градусов Цельсия. Ровным слоем его укладывают на проспекте Масленниково. Подрядчики провели все подготовительные работы, сняли старое покрытие, очистили поверхность от пыли и грязи. Смена у ночных рабочих стартует в 22 часа и заканчивается в 6 утра. Трудятся две бригады, 40 человек и 15 единиц техники. Работают качественно, соблюдая все технологии. На проспекте Масленниково немало люков и дождеприемников. Их тоже обновят. Предварительно люки были выставлены на проектную отметку. И после укладки асфальта они станут вровень асфальта. Деньги на этот ремонт выделили из федерального бюджета по программе «Безопасные качественные дороги». Проспект Масленниково ремонтируют большими картами свыше 100 погонных метров. В порядок приведут всю улицу от Новосадовой до Маломосковской. А это около полутора километров в длину, 12 метров в ширину. Все ли правила дорожных работ соблюдены, ежедневно проверяют сотрудники МБУ «Дорожное хозяйство». Специалист выезжает на участок, где проводится работа, проверяет температуру смеси во время укладки, толщину укладываемую в слое, так же, чтобы основание было подготовлено, очищено от пыли и грязи. Также обращают внимание на то, вовремя ли убрали строительный мусор. Как показала практика, если находят недочеты, подрядчики устраняют их почти сразу же. На проспекте Масленниково сначала укладывают асфальт по правой стороне дороги, затем перейдут на левую, чтобы минимизировать помехи для автомобилистов. Впрочем, они к временным неудобствам на дорогах относятся с пониманием. Они становятся с каждым днем гораздо лучше. Это касается и дорожного покрытия, и разметки, и знакового хозяйства. Сейчас уже ездить легче. Касаемо ремонта проезда Масленниково, на самом деле, спасибо всем большое, кто это сделал, потому что это наш родной город, это наша родная улица, мы здесь выросли. Работа ведется, работа заметна, инфраструктура города становится лучше. Завершить ремонт проспекта Масленниково подрядчики должны до конца следующей недели. Гарантийный срок – два года. По этому муниципальному контракту в 2017 году подрядная организация обновит проезжие части еще 22 улиц. Всего же в Самаре по программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 41 улицу. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. ВИЧ под контролем. В Самаре Центр по борьбе со СПИДом подвел промежуточные итоги своей работы. Специалисты отмечают положительную динамику по всем показателям. В антирейтике по заболеваемости ВИЧ-инфекцией Самарская область опустила с 6-го места на 13-е. Андрей Горгуленко выяснил, где можно узнать свой ВИЧ-статус. Иван Горюнов готовится стать папой, а потому тщательно следит за своим здоровьем. Тест на ВИЧ он сдает каждый год. Признается, в результате уверен всегда, но легкое волнение испытывает каждый раз. Я уверен, что каждый год сдаю и нормально все, но все равно есть небольшая такая доля волнения. Сегодня я пришел, у меня вот жена беременна, я пришел, чтобы все было хорошо, был ребенок здоровый. Иван, как и специалисты спид-центра, советует всем ежегодно проходить тест. Если же результат вдруг будет положительным, отчаиваться нельзя ни в коем случае. И тем более откладывать лечение. Если начать его вовремя, уверены пациенты со стажем, можно жить в полную силу. Сумочувствие как-то я особо не замечал, что хуже стало. Но сейчас, в общем-то, нормально все чувствую. Так же, как врач прописал, принимается это нормально. Конечно, надо заниматься собой, в общем-то. Человек, если как-то сказать, хочет в дальнейшем существовать нормально, в общем-то, тогда пожалуйста. По последним данным, всего в Самарской области проживают почти 35 тысяч ВИЧ-инфицированных. Это 1% населения. Цифра держится на одном уровне. Это значит, что снижена смертность больных, а также снижается рост первичной заболеваемости. Среди впервые выявленных все меньше становится и молодых людей в возрасте до 25 лет. А охват больных под диспансерным наблюдением увеличен до 88%. Этой положительной динамики удалось добиться благодаря хорошо выстроенной системной работе. Главное, больше возможностей стало для профилактики населения. Мы сегодня работаем, имеем возможность работать не только для больных ВИЧ-инфекций, но и для всего населения. Для всех, кто мотивирован сохранять свое здоровье. И самое главное, это для молодого поколения. Сегодня мы развиваемся с четкой отработанной технологией работы. Врачи центра говорят, что хотя тест на ВИЧ дело добровольное, пройти его обязан каждый, кто заботится о своем здоровье. Это можно сделать бесплатно в центре или на выездных акциях с экспресс-тестами. На получение результата анализа уходит всего 20 минут. Благодаря таким тестам свой ВИЧ-статус знает уже пятая часть жителей губернии. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Далее коротко о других событиях дня. Директору Самарской гимназии номер один Любови Картамышевой предъявлено обвинение в получении взятки. Такая информация появилась на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области. По версии следствия, в июне 2017 года женщина во время двух встреч получила 600 тысяч рублей от ранее оговоренной суммы 800 тысяч рублей за зачисление двух детей в 4 класс учебного учреждения. 2 августа директор получил оставшуюся часть взятки 200 тысяч рублей, после чего ее и задержали полицейские. Сейчас обвиняемая заключена под стражу. Во время допроса директор не признала вины и от датчика показаний отказалась. В связи со смертью ребенка, забравшегося на трансформаторную будку, Безенчукский следственный отдел Следственного управления Следственного комитета по Самарской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Напомним, 30 июля вечером 7-летний мальчик залез на трансформаторную будку, а когда спускался, дотронулся до контактного изолятора и получил смертельный удар током. Устроил массовое ДТП во дворе. В Самаре 39-летний водитель Митсубиши Паджерова, руливая из двора на улицу Ставропольскую, столкнулся с попутными автомобилями Hyundai и Lada Priora. Затем напротив дома номер 202 по улице Ставропольской врезался в припаркованный Kia. А после удара внедорожник выехал на газон, где врезался в дерево. Как показала экспертиза, водитель Паджера был пьян. Никто из участников аварии не пострадал. 1 сентября учеников Новокубишевской гимназии номер один встретит Пушкин и Гоголь. Их портреты в технике граффити появились на фасаде учебного заведения. Кроме классиков, фасад гимназии украсили портреты космонавтов, а также изображения алфавита и мультипликационных героев. Преобразить гимназию по просьбе руководства помогли выпускники. Художники еще продолжают творить. На фасаде еще появятся портреты Циолковского и Гагарина. В выходные в области синоптики не рекомендуют посещение леса, разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, а также запуск пиротехники. По информации Приволжского ОГМС, с 11 по 17 августа местами в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов. Пятый класс. Рекомендуется соблюдать противопожарный режим. Самару отметят на гастрономической карте России. Проект федеральный. Он охватит самые вкусные места страны. Где находится рай для гурманов, будет определять специальная экспедиция. Она стартовала в начале августа, ее маршрут пролегает через 9 регионов. В Самаре эксперты нашли немало интересного и вкусного, начиная от легендарного пенного напитка и хлеба, и заканчивая экологически чистым ворским осетром. Акцент на уникальность и исторические традиции блюд. По итогам экспедиции составит интерактивную гастрономическую карту, которая будет доступна как российским, так и зарубежным туристам. Самара на ней займет почетное место. Для гостей города планируют приготовить пищу не только для желудка, но и для ума. Гурманов ждет экскурсионная программа. Имеет смысл, наверное, выстроить именно гастрономические туры с привязкой к конкретному бренду, который будут включать как и производители, как будут включать и рестораны, располагающиеся на территории нашего города и региона. Мы будем еще предлагать экскурсионные маршруты, как на само производство, так и по территории города. Экологии Волги озаботились на федеральном уровне. Чтобы очистить крупнейшую реку страны, разработана специальная программа. Сколько средств направить на ее реализацию, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Рабочую неделю цены на нефть завершают в минусе. Баррель марки «Брент» опять стоит дешевле 52 долларов. Курс валют на выходные – доллар 60 рублей 18 копеек, евро 70 рублей 75 копеек. Золото стоит 2464 рубля, серебро – 32 рубля 91 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 39 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 39 копеек. Потребительский спрос россиян достиг максимума за последние три года. Но эта активность имеет кредитный характер. То есть на покупки расходуются не заработанные деньги, а заемные. Стоимость гречки на оптовом рынке упала в два раза из-за поступления нового урожая, сообщил Минсельхоз. А на очистку Волги с федерального бюджета направят больше 250 миллиардов рублей. Программа рассчитана на 8 лет. Решение принято из-за резкого ухудшения экологической обстановки. Очистительные сооружения сильно изношены и не справляются с объемом сточных вод. На этом все. Удачи в делах. Красота спасет мир, в том числе и по ту сторону колючей проволоки. Сотрудники уголовно-исправительной системы проводят акцию «Добрый знак», во время которой облагораживают подведомственные учреждения, высаживая цветы. Сегодня гортензии появились во дворе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Это кустарник, который вырастает почти в 2 метра высотой и цветет до 45 лет, при этом требуя ежедневного полива. Работа организована при помощи общественного совета при УФСИН. На этой площадке офицеры ведомства тренируются для несения службы задачей создать комфортные условия. Кроме того, это вклад в озеленение Самары. Тем более, что гортензия сейчас в тренде не только в России, но и во многих европейских странах. Всего за время проведения акции высажено более 200 кустов. У нас очень много добрых мероприятий. Одно из этих мероприятий, конечно, посадка цветов гортензии в ряде наших учреждений. Мы их сажали в пятой колонии, в шестой, в областной тупикулезной больнице, даже в отделе специального назначения. А сегодня у нас акция посадка этих замечательных цветов на территории нашего управления. Я думаю, эти цветы ежедневно будут проносить нашим сотрудникам только радость. В душе у любого человека, даже если они в погонах, если это генералы, если это старший командный состав, все равно в душе есть место для красоты. И поэтому, если мы сможем ее обеспечить, мы ее обеспечим. Все в душе поэта. Почти юбилейные в Самаре разыграли 29-й кубок губернатора под Зюдо. За трофей во всех весовых категориях среди мужчин и женщин боролись более 150 спортсменов со всей России. О победителях и побежденных Сергей Кизоркин. Новости спорта. Продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Вся Россия в Самаре. Почти 200 дзюдоистов, 24 региона. Элита спорта в МТЛ-арене разыграла кубок губернатора. У трофей длинная и богатая история. Впервые турнир прошел в Сызрани 28 лет назад. Тогда призы дарил завод «Тяжмаш». Организовал соревнования только для женщин. Местный тренер Александр Жигалев. Спустя пару лет на татами вышли и мужчины. Сегодня кубок губернатора – один из важнейших стартов в календаре российских дзюдоистов. Здесь очень много сильных спортсменов, очень много призеров в чемпионатах России, также международных соревнований. Самые представительные – это 73 килограмма. Там самое большое количество участников и, соответственно, самая большая конкуренция. Поэтому будем, посмотрим, как закончится. Тут еще борьба продолжается. В финале весовой категории 73 килограмма на татаме самарец Миржон Аброров и Георгий Шмаков из Кемерово. Кубок губернатора уехал из Самары. У Абророва только второе место. Зато не подкачали женщины. В категории 78 килограммов трофей завоевала самарская дзюдоистка Юлия Лаврентьева. Выиграть удалось у постоянной и непобедимой соперницы. Мы уже встречались на этом турнире несколько лет назад. Я проиграла ее тогда. Проиграла быстро. Потом мы с ней встречались. Еще на России до 23-х тоже я проиграла ей. Но вот сегодня мне удалось выиграть, значит, я выросла. Когда-то за кубок губернатора сражался в статусе будущего олимпийского чемпиона Итагир Хайбулаев. Сегодня самарский дзюдоист наблюдает за молодыми спортсменами уже с судейского кресла. Это начальный этап был. Потому что раньше мы боролись только в Самаре с самарскими ребятами. А сюда приезжают со всей России ребята. Это хороший опыт, чтобы побороться. Наши зрители тут присутствуют. И перед ними еще больше ответственность, волнение. И когда ты это все преодолеваешь, конечно, становится еще сильнее. Желание, трудолюбие и немного удачи. Секретный рецепт олимпионика под дзюдо. Им Хайбулаев наверняка поделился со сборной Самарской области еще несколько лет назад. Как и в прошлом году, хозяева турнира на кубке губернатора выступили достойно. В общей сложности у команды 14 медалей. Три золотых, четыре серебряных и семь бронзовых. В сентябре лучшие дзюдоисты Самарской области поедут на чемпионат страны. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok 21 миллион рублей. В работе два участка – от улицы Революционной до Третьего проезда и между улицами Советской армии и Свободы. Общая протяженность чуть больше километра. Работы ведутся и днем, и ночью. За одну смену специалисты приводят в порядок 400 квадратных метров дороги. Перед ремонтом по городской программе восстановили ливневки и колодцы. Дорожное покрытие на улице Дыбенко ремонтируют картами. По технологии сначала участок фрезеруют, затем заливают битумные эмульсии и покрывают мелкозернистой смесью асфальта и бетона. Температура не ниже 120 градусов, тогда смесь ляжет прочно и надолго. Гарантия на такой ремонт – два года. При хорошей погоде рабочие обещают завершить восстановление дороги к концу второй декады августа. Фрунзенский мост буквально надвигается на Самару. Завершился третий этап надвижки пролетного строения. Конструкцию весом почти в 3000 тонн передвинули еще на 28 метров над водой. Технологии требуют высокой точности и постоянного геодезического контроля с нескольких точек. Тысячетонный пролет передвигали четыре домкрата. Сейчас строители начали сборку металлоконструкции четвертой секции. В конце августа ее планируют также надвинуть над рекой. Также готовы шесть из восьми опор через реку Самара. На двух оставшихся – третий и четвертый – проводятся работы. Мост – часть большого проекта по строительству транспортной развязки в южной части города. Он необходим для развития городских районов по обеим сторонам реки, а также Новокубышевска и Южного города, в котором будут жить сотни тысяч человек. В проекте у Фрунзенского моста планируется до шести съездов в историческом центре Самары. В течение месяца будет представлен проект, по которому по мосту пустят трамвай. Темпы строительства остаются высокими. На площадку привезли все 9 тысяч тонн металлоконструкций, а также из федерального и областного бюджетов дополнительно направят по 400 и 250 миллионов рублей. На набережной приступили к покраске ладьи. 20-метровый монумент из железобетона ранее очистили от старого покрытия, зашлифовали, выровняли поверхность и приступили к обновлению. Продолжаются ремонтные работы на всем участке от улицы Осипенко до Силикатного оврага протяженностью чуть больше километра. Объект приводит в порядок к чемпионату мира по футболу. Рабочие строят лестничные спуски, сделано больше 2 километров в ступени. Совершено строительство здания хозяйственного корпуса. В июле рабочие провели все коммуникации, водопровод и канализацию. Залит основание амфитеатра и трехкаскадного фонтана. По плану на участке набережной заменят асфальтовое покрытие, установят подъемники для людей с ограниченными возможностями, стационарный общественный туалет. Также здесь обновят освещение и установят систему видеонаблюдения. Работы планируют завершить в декабре 2017 года. С 1 сентября откроют движение по обоим тоннелям на Московском шоссе. Меньше чем через месяц объекты будут готовы принять транспортный поток. На Ракетовском шоссе откроется движение и по тоннелю, и по кольцу, который соединяет транспортные потоки по верхней части развязки. Строители в обозначенный срок должны завершить укладку и обустройство всех съездов, карманов и развязок, которые соединяют Московское шоссе с прилегающими дорогами. В нижней части улицы со стороны Ракетовского шоссе вложили асфальт и бетон. Идет подготовка и укладка полукольца со стороны Волжского шоссе. Рабочие начали штукатурить поверхность рамп и тоннелей. Этот этап должен быть завершен через две недели. Продолжается строительство дублеров в районе торгового центра «Империя». Верхняя часть развязки будет открыта для движения после возвращения памяти к самолету Ил-2 на прежнее место. На участке Московского шоссе около микрорайона «Крутые ключи» укладывают верхний и заключительный слой дорожного покрытия. Параллельно ведется озеленение придорожной территории около поселка Мехзавод, а также между проспектом Кирова и Ташкентской. На газон завезли новый грунт. Осенью здесь высадят деревья и кустарники, в тротуарах уложили плитку. Самый крупный в России этнографический комплекс «Парк дружбы народов» строится в Самарском микрорайоне «Волгарь». Общая готовность больше 30%. Музей под открытым небом включает в себя 23 дома и подворья. Там будет рассказываться о культуре и быте национальностей, которые проживают в Самарской области. «Парк дружбы народов» расположился между озерами «Зеркало» и «Боврадное». Перед началом была проведена большая научная работа с историками и культурологами. Специалисты получали консультации других республик. Продолжается строительство русского, татарского, мордовского и осетинского домов. Почти завершена внешняя отделка чувашского дома. В каждом доме будет работать этнокомната, национальная библиотека и ремесленная мастерская. В Самарской области проживает 157 национальностей. Чтобы рассказать о каждой, для посетителей парка выпустят специальную книгу. На подворьях возведут характерные для каждого народа постройки. Парк займет территорию более 15 гектаров. В центральной части построят дом национальности с концертным залом, дворец бракосочетаний, а также в следующем году здесь появится площадь с летней сценой для проведения национальных праздников. Уже посадили больше 300 деревьев. Музейный комплекс смогут посетить одновременно до 12 тысяч человек. Музейный комплекс смогут посетить одновременно до 12 тысяч человек. Редактор субтитров А.Семкин